Всем привет, ребята! С вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сегодня будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. Ребята, сегодня мы будем делать гомункула светофора голового. Это, блин, просто чумачечья идея, которая совсем недавно пришла в мою голову. И, ребята, светофора головы. Вы знаете, что есть сирена головы и есть разные модификации этого страшного монстра. Поэтому сегодня мы попытаемся сделать одну из этих модов, то есть светофора головы. Ребята, перед началом не забудьте подписаться на мой канал, сделайте красную кнопку, серый, поставьте лайк и нажмите колокольчик. Друзья, у меня есть набор, который я заказала на сайте Даркнет. Набор для создания гомункула. Те, кто новенький и те, кто ни разу не видел, как я делаю гомункулу, потому что я очень много уже сделала разных-разных гомункулов из ДНК разных монстров. Ребята, вы можете набрать просто в поисковике гомункул Ирины Ясинская и вам будут весь перечень видео, которые я снимала. Ребята, если вы пропустили, если вы впервые на моем канале, то есть новичок, то, пожалуйста, напишите в комментариях, что я новенький. И я обязательно поставлю лайк, сердечко, потому что я их ставлю, в принципе, всем-всем-всем-всем своим подписчикам, потому что я их очень сильно люблю. Поэтому, ребята, я заказывала набор гомункула и мы делали что-то наподобие курицы и неизвестно какого-то ДНК, какого-то монстра. После чего я порылась на сайте Даркнет, нашла то, что можно заказать ДНК абсолютно любого монстра. И сегодня это светофора головы, ребята. Также на сайте мы часто заказываем новые инкубационные яйца. Это необычные яйца, но, скорее всего, куриные, но они отличаются тем, что они не проходят термическую обработку, то есть внутри живет нормальный эмбрион, наверное, курицы, там много еще, может быть, я не знаю. И к нему мы будем подсаживать ДНК, в данном случае я заказала ДНК, светофора головы. Все вместе это мы будем скрещивать и будем с вами смотреть, что же у нас получится. Но о тех, кто впервые, опять же, на моем канале, вместе с набором шла инструкция по созданию гомункула. Ребята, здесь написаны подробные правила того, как необходимо следовать и поэтапно делать гомункула, чтобы у вас все получилось, ребята. Я сейчас быстренько пробегусь. Нужно распечатать и взять в руки шприцы. Вот они, кстати, здесь шприцы. Этот упакованный шприц нам присылали шприцы, сейчас дали, я уже докупаю, конечно. Итак, одеть иглу на шприц, открыть пробирку с кровью. То есть, это пробирка, так вот она, это ДНК. Ребята, чем обычная кровь отличается от ДНК? ДНК это типа как плазма. Это вещество, сделанное из крови монстра и как бы законсервировано, что ли. И поэтому она настолько густая и ценная. То есть, именно из такого вещества возможно вообще сделать какого-то зародыша и как-то все это там скрещивать на уровне лаборатории. Ну или в нашем случае это своего рода алхимия. Если вы знаете, что такое алхимия, то есть это, ну, короче, когда создают всякого рода монстров или, ну, какие-то необъяснимые вещи, которые, в принципе, наука не поддерживает. Поэтому алхимия это, ну, такая наука непризнанная, короче говоря. Итак, мы открываем, значит, берем в руки яйцо, выпускаем воздух со шприца, сделаем отверстие в яйце, заливаем содержимое шприца, заливаем и убираем в теплое место, чтобы эмбрион созрел, ребята. Ладно, давайте приступим. Эй, малыш, смотрите, кто у нас тут есть. Это картонкэт. Шучу. Это мои котята, да. Их три штучки. Сиди пока, а то я тебя раздавлю. Неаккуратно. Маленькие тут везде прыгают. Будешь со мной делать гомукула, светофора голового. Итак, ребята, я обязательно при работе с кровью или вообще с любыми веществами, которые, в принципе, подозрительны и могут как-то быть опасными, я делаю все эти процедуры в перчаточках. В перчаточках у них такие плотные, они достаточно очень плотные перчатки, не обычные там какие-то, а очень-очень плотные. Так, куда ты? Ты хочешь уже высиживать? Как вариант, да? Итак, мы одели. Теперь мы распаковываем шприц. У нас тут еще щеночек-босс. В общем, у меня тут целый зверинец. Щенки, котята вместе со мной снимают мистические видео. О, если это мило, то ставьте лайк. Малыш, у тебя... Ладно, упадешь сейчас. Беги, беги к своим маленьким. Босс, 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 босс. Босс лает на окошку. Так, ладно. Что дальше? Значит, нам нужно сделать отверстие в яйце. Также, видите, в наборе шли вот эти пластыри. Пластырями мы будем потом заклеивать отверстие, которое будет. Так, оставляем. Берем любое яйцо, например, вот это. Так, сейчас. И делаем там небольшое, ребята, отверстие. Главное, чтобы оно было реально небольшим. Блин, что-то в этот раз. Так, сейчас. Нужно проковырять маленькое... Господи. Блин. Не получается. Сейчас. Это достаточно. Ага, вот. Во-во-во-во-во-во. Отлично. Теперь я иголочкой проковыряю там все. Смотрите. Все, игла заходит. Отлично. Так, сейчас я попробую с иглой, но это никогда у меня не получалось. Смотрите, нужно немного, немного забрать из яйца, потому как... Иначе у нас не останется места, куда вливать ДНК. Итак, сейчас мы перевернем вот так яйцо. Ну, получится у нас. Нам буквально немножко... Нет, надо отверстие побольше делать. Сейчас. Так, 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 так. Оп, отлично. Достаточно. Блин, еще надо чуть-чуть побольше. Чуть-чуть. Главное, совсем не раскрыть его. Видите, уже немножко потрескивается. Допустим, вот так вот. Видите, тут еще защитная пленочка. Сейчас мы ее немного прорвем и наберем. Чуть-чуть, чтобы ДНК хватило места. Думаю, этого достаточно. Смотрите, ребята, что находится в инкубационном яйце. Видите, белые пластиночки, я не знаю, через камеру там показывается. Это как раз то, с чем скрещивается ДНК. Ну, это, как говорится, своего рода яйцеклетки. Внутри их несколько. И какую-то из них он, ну, грубо говоря, оплодотворит, что ли, или что-то там сделает. Так, вылить мне некуда. Ладно, я пока вот сюда вот уберу. Итак, и теперь самый важный момент, ребята. Мы берем ДНК светофора голового и заливаем в яйцо. Сейчас наберем. Так, 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 так. Я всегда на глаз набираю, не знаю. Главное, чтобы там было именно вот полезного вещества, хватило. Я думаю, что вот этого вполне будет достаточно, друзья. Кровь светофора головы, в принципе, ничем не отличается вот эта ДНК от каких-то других. То есть она абсолютно чуть-чуть выпустили. Итак, друзья, теперь нам это нужно залить в яйцо. Отлично. 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 Все. Мы это туда поместили. И у нас финишный этап. Это мы сейчас берем пластырь и заклеиваем. Заклеиваем это отверстие в нашем яйце-пластыре. Вот так. Итак, ребята, наш с вами эксперимент почти закончен. Осталось убрать это яйцо от трех до сорока дней в теплое место под лампочку и ждать. Вообще, у меня когда происходит, после трех дней того, как яичко лежит, оно начинает выделять через это отверстие черную какую-то слизь. И когда начинается это выделение, я понимаю, что эмбрион внутри этого яйца уже созрел. Ребята, сколько времени займет это со светофор головым, я не знаю, но вы увидите через пару минут то, что получится. И, ребята, наше яичко готово. Прошло три дня. И я это понимаю, потому что уже из отверстия, в которые мы заливали ДНК, течет грязная черная кровь. Это говорит о том, что эмбрион, а в данном случае светофороголовый, уже готов. И прямо сейчас, перед тем, как мы откроем его, поставьте лайк, ребята. Ведь вы знаете, больше лайков чаще видео, ребята. А так я выпускаю видео практически каждый день. Среда, пятница, суббота, воскресенье – это обязательные дни, когда я выпускаю видео. И, друзья, если вдруг я выпускаю видео не по графику, вы можете узнать об этом из моего инстаграма. Нижнее подчеркивание Ирина Ясинская. Подписывайтесь прямо сейчас. Так, ладно. Барабанная дробь, барабанная дробь. Давай снимем пластырь, пластыречек. Светофороголовый. Всегда так ответственно, потому что я не знаю, в каком состоянии находится этот эмбрион. Жив он или нет? Черт! Ау-ау-ау, впервые! Слушайте, просто такая чернота. Я думала, что будут более яркие краски, ведь это светофороголовый. Там должен быть цвета светофора. Блин, я забыла пинцет, прикинь. Ладно, у меня тут есть ножнички. Вот маленькие ножнички. Просто не дай бог там что-то. Аккуратно вываливаем все то, что есть в этом яйце. О май гад! Фу! Господи, все, оно пустое. Ребята, я его выброшу. Что здесь? Что это такое, ребята? Господи! А-а-а! Ты видел? Нет. Жесть, я его, наверное, я поранила. Я когда вот так ножницами, это, конечно, не... Черт, ты видел это? Это, походу, он. Он живой? Дим, он живой? Я не вижу. Дим, вот это он? Нет? Нет. Это от яйца. Офигеть. О! Жесть. Смотри, что-то длинное. Это хвост? Что-то длинное. О! О, черт! Господи боже! Это что-то. Это похоже на эмбрион светофора головного. Но я не понимаю, почему он весь черный. Хвостик. Подожди, а рядом что-то? Я не поймаю, все в черноте. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я, походу, вижу, смотри. Я, походу, вижу светофоры. Я не знаю, здесь просто все в черноте. Я не понимаю, что это. Отвратительный запах. Что же делать? Походу, вот это, ребята, светофор уголовый. Но он опять не живой. Я не понимаю. Ни на что не похожее создание. Смотри, 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 смотри. Смотри. Горит красный, оранжевый. Чувак, это реально светофор уголовый. Эй, ты живой? Черт. Блин. Глади на столову. Аккуратно. Я хочу немного его счистить. Он дохлый. Он реально не живой. Да. Но у него, видишь, у него уже сделались светофоры. Только я не понимаю, почему не хватает. А, нет, зеленый тоже сформировался. Ты видишь это? Зеленый. Я просто его очищаю от этой пленки. В пленке, в которой вот зарождается вот это все. Посмотри, красный, оранжевый и зеленый. Посмотри, какое уродливое у него тело. Это что, щупальцы? Да он обвит весь какими-то щупальцами. Просто чума. Посмотри, это похоже на недоделанную пиявку светофора голового. А, чуметь. Это реально эмбрион светофора голового. Ребята, посмотрите, как выглядит зародыш. Гомункул светофора голового. Нереально просто. Было бы прикольно, если бы он был жив хотя бы чуть-чуть. Эй, может ему сделать... Маленький. Да, он совсем малыш, наверное. Но вообще реально светофор головый. Он огромный, он высокий. И как быстро он растет, непонятно. Но то, что это точно он, не оставляет мне никаких сомнений. Посмотри, это светофоры. Но вообще, слава богу, что нам повезло. Походу, он добрый. Потому что, говорят, когда светофор головый злится, у него все, все загораются красным. А сейчас он вроде бы нормальный, да? Вроде бы нормальный. Давай его туда обратно кинем. О, жесть. Просто. Слушай, он нереально крутой, этот светофор головый. Мне прям хочется еще раз на него взглянуть. Он просто крутой, ребята. Просто, просто крутой. Где его светофоры-то? Я, блин, мне просто не верится. Просто не верится. Черт, что-то я не пойму. Офигеть! Дим, у него все светофоры стали красными. Ты это видишь? Нет. Блин, как такое вообще возможно? Посмотри. Три светофора и красный. Черт, что произошло? Может быть, там их два было? Может быть, один был злой, один добрый. Ты видишь? Все три красных. Может, там еще есть? Нет, это он. Ты видишь? Что происходит? Слушай, три красных. О, чуметь. Он, наверное, походу разозлился. Ребята, прямо сейчас нужно избавиться от этого просто гомункула. Он загорелся. Все три красных, ребята. Это очень плохой знак. Так что сейчас мы быстро избавимся от этого гомункула. А с вами была я, Ирина Ясинская. Увидимся совсем скоро в новых видео. Всем пока.